Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ксения Кондурова, я аспирант второго года обучения Росского государственного университета, и я сегодня представляю результаты своего исследования. Название исследования представлено – спектр технологических исследований оптических свойств тканей и печени. В настоящее время оптические методы диагностики остаются актуальными в направлении исследований для хирургии, потому что они дают врачам-хирургам новые возможности для более точной оценки состояния тканей внутренних органов непосредственно во время операции, для получения дополнительной диагностической информации в режиме реального времени. И также особенно перспективным в этом направлении является разработка внедрения новых оптических методов и подходов в уже какие-либо существующие стандартные инструменты. Но, опять-таки, одним из этапов разработки для таких работ является моделирование распространения света в тканях интересующего нас органа, как раз для того, чтобы подобрать параметры источников и приемников излучения. Ну и для вопроса моделирования особенный интерес представляет получение оптических свойств тканей без излишнего влияния различных хромофоров, которые у них содержатся для того, чтобы потом в ходе этого моделирования можно было вручную регулировать содержание этих хромофоров и тем самым можно было точнее имитировать различные патологии, которые мы как раз надеемся данными оптическими методами выявлять. И, опять-таки, для некоторых органов измерение оптических характеристик может представлять некоторые сложности. В частности, в этом исследовании будет рассматриваться измерение оптических свойств тканей печени, а печень является довольно кровенаполненным органом. Одним из основных хромофоров там является гемоглобин, и он оказывает существенное влияние на оптические характеристики, и нам представляет особый интерес измерять оптические свойства тканей печени без излишнего влияния содержания крови в них. И как раз для этого нами была выбрана такая идея использовать процедуру перфузирования. Это такая известная в биометинских исследованиях процедура, которая вкратце представляет из себя как раз изгнание крови из сосудов интересующего нас органа и тем самым снижение влияния крови наполнением. И как раз таким образом целью нашей работы явилась рассмотреть влияние перфузирования тканей печени на регистрируемые нами оптические характеристики. Для этой цели в нашем исследовании мы использовали самцов-крыс ленивистеры, и как раз схематично показана данная процедура, и проводилась катетеризация воротной вены печени и перфорация нижней полой вены. И как раз печень по катетерам подключалась к инфузионной системе, через которую прокачивался раствор Хэнкса. И вот здесь можно наблюдать, как у нас в ходе этой процедуры мы визуально оценивали изменения, происходившие в печени именно, то есть она из такого более такого коричнево-красного цвета, такого эластичного крови наполненного, она становилась более такой коричнево-бледно-желтой. И как раз по мере прокачивания определенного фиксированного объема раствора мы смотрели визуально эти изменения, и как раз когда мы считали, что уже снижение, содержание крови достаточно, печень извлекалась, и из нее получали срезы ткани печени, и они располагались между предметными стеклами, и как раз эти образцы между стеклами, они измерялись на интегрирующей сфере спектрофотометрии. Мы измеряли полное пропускание и полное отражение, вот здесь как раз представлены на слайде схемы измерений, и затем полученные нам эти данные мы использовали для расчета оптических характеристик и методом обратного добавления удвоения. На данном слайде представлены результаты измерений пропускания отражения, и здесь мы можем видеть, что в видимой области спектра для обоих параметров наблюдается такая типичная картина, вызванная влиянием содержания в тканях как окси и дезокси гемоглобина в крови, который все-таки остался в сосудах ткани печени. Также мы наблюдаем здесь некоторое влияние билирубина, это как раз пигмент желчи, который вырабатывает печень. И в ближней инфракрасной области наблюдается форма спектра, обусловленная присутствием в ткани воды и липидов. Здесь как раз схематично показаны полосы поглощения данных хромофоров, и также мы заметили, что после проведения процедуры перфузирования у нас в основном в ближней инфракрасной области пропускание в ткани печени уменьшилось, а отражение в свою очередь наоборот увеличилось. Также в диапазоне мы так отдельно смотрели диапазон от 500 до 600 нанометров, который как раз характерен тем, что именно здесь лучше всего мы видим влияние содержания крови в тканях как раз таки. И мы здесь можем наблюдать, что в контрольных срезах ткани печени, которые мы получили без перфузирования, мы видим такой типичный пик поглощения крови и дезокси гемоглобина в печени, и после перфузирования мы уже наблюдаем формулу спектра, обусловленную полосами поглощения окси гемоглобина, и также мы видим некоторое смещение данных полос в более коротковую область, что объясняется тем, что при снижении содержания крови мы более явно начинаем видеть влияние на спектр содержания других хромофоров в ткани. На данном слайде представлены результаты расчета оптических характеристик, а именно коэффициент поглощения и транспортного коэффициента рассеяния. И мы здесь как раз видим для коэффициента поглощения более воспроизводимый результат по сравнению с остальными характеристиками, с меньшим разбросом. И как раз в более интересующей полосе поглощения крови мы наблюдаем после перфузирования двукратное снижение коэффициента поглощения, и также наблюдаем вот эти характерные полосы поглощения, обусловленные содержанием воды липидов и большей степени воды. Для коэффициента рассеяния мы заметили не очень типичную картину влияния коэффициента поглощения на получаемый нами результат, но тем не менее после перфузирования можно сказать, что это влияние обусловленное содержание крови снизилось. Ну и в целом наблюдается типичное снижение транспортного коэффициента рассеяния по мере увеличения длины волны света. Таким образом, полученные нами результаты указали на высокую эффективность применяемыми нами процедурами, и также по ходу этих пилотных исследований мы оценили ряд факторов, которые требуют дальнейшей доработки. А именно первое – это трудности объективной оценки степени перфузирования ткани печени, так как сейчас это происходит визуально. Неравномерность толщины и площади получаемых нами средств, так как их получает специально обычный человек вручную. Ну и из этого следует, что из первых факторов вытекает следующее – это трудности именно при закреплении образцов различной толщины, которые могут приводить к деформациям и некоторым искажениям результатов. И таким образом, выводы на работе. Мы показали возможности и перспективы применения перфузирования ткани печени для того, чтобы снизить влияние поглощения света кровью в сосудах ткани. Также мы рассмотрели факторы, которые мы будем в дальнейших исследованиях. Мы как раз будем проводить их с целью как увеличения выборки получаемых андаментов, так и доработки методологии для снижения их влияния. И таким образом эти результаты лягут в дальнейшем в большую, одну из стапов глобальной работы по разработке новых технических средств и подходов по внедрению оптических методов для получения новых диагностических критериев для применения их в хирургии органов душной полости. Исследование было поддержано в рамках проекта Российского научного фонда. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова